Добрый вечер, уважаемые коллеги! 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 Я думаю, тогда, может быть, мы немножко достаем слово Стасу Теркину, программному директору, который Вам расскажет небольшой переводитель для журналистов по программе, Стас. Сюда, да, Доря? Да. Журналистов я бы просил просто пойти посмотреть фильмы. Я думаю, в любом случае, Вы будете это делать. Конкурс состоит из семи картинок, их не так много, и всё можно отследить на лобок. Вопросы буду готов отвечать, если они появятся, по мере поступления, по мере просмотра фильмов. Говорить сейчас о том, какие они прекрасны, в общем-то, довольно глупо. Скажу только одно, что все они абсолютно разные, не похожие друг на друга ни по сюжету, ни по даже формату. Мы принципиально мультиформатны на этом фестивале. В программе два документальных фильма, один мини-сериал, да и среди игровых картин есть и крупная бюджетная, такие как подлубные, и совершенно экспериментальные, студенческие, такие как без кожи, снятые 20-летним парнем. Поэтому общий знаменатель должен сложиться как-то образом у жюри, и каковым будет, я надеюсь, просто впечатление от фильма. Потому что им понравится больше, что они много наградят. Мы примем любое их выбор. Есть вопросы в зале. У меня как раз программный директор, у меня зовут Елена Гурецкая, я представляю журнал «Гребный репутер». Как вам удается набрать на фестиваль такое количество дебютных фильмов и снимать их немного? Только что прошло Ханты-Мансийского. Как всем удается. Спасибо. Где тоже, кстати, вы, как знаете, да, фестиваль дебютных фильмов. Ханты-Мансийск – это международный фестиваль, и мы принципиально отличаемся не в том, что мы национальный фестиваль. В Ханты-Мансийске есть конкурс российских дебютов, но он не премьерный. Он собирается из всего того, что было сделано за год. Нам такая идея не интересна глубоко. Мы стремились к тому, чтобы сделать фестиваль премьерный. Мне в этом году это удалось сделать. Весь конкурс – это премьерные картины. А всего на фестиваль будет показано 46 фильмов. Из них ровно половина, 23, являются российскими премьерами. Что я считаю большим успехом. Для второго раза. Особенно. Независимый фестиваль сайт, именно Альчо. Скажите, пожалуйста, что ждет победителей фестиваля, и по каким критериям подбираются победители? Ждет ли их путь на большой франку, сжать ли они, что фильмы похожи, если это? Покажет время. Я скажу. Ответит Полина Зуева, один профессор. Что ждет лауреатов, мы, к сожалению, предсказать не можем. Но то, что для них это некий старт, и некое воодушевление, некое начало пути, да, показ на фестивале, и, естественно, призы. Это всегда больше внимания, приколы этой же со стороны журналистов, со стороны зрителей. Так что, ну, это покажет конкурс, который мы комментировать не можем. А можно я пару слов добавлю? Ну, в общем, это вопрос, на самом деле, риторический. Ну, даже мы, наверное, с Лешей учителем помним себя молодыми, и достаточно очевидно, что, попадая на фестиваль, ты попадаешь в поле зрения. Прежде всего, ты вот как в лучи важно попасть. В нашем деле очень важный элемент везения, чтобы тебя заметили. Это очень важный момент. Вот. Вот. И в данном случае это очень хорошее. Вот смотрите, сколько вас. Значит, если даже из вас третий напишет про это что-то, как дед, появится о нем информация. У нас публичная профессия. Без вот этого, без этой публичной жизни, ну, к сожалению или к счастью, невозможно. Поэтому, само разумеется, это очень хорошо, что люди, они рвутся сами, я уверяю, и всем очень хочется попасть в конкурсы. И это фестиваль, поскольку он сугубо дебютный и так далее, и тому подобное. Поэтому это, это, важность этого даже трудно переоценить. Еще добавлю, что, конечно же, я как-то, знаете, сенатор был римский, который, независимо от того, какое было, по каким-нибудь происходило заседание сената, он вставал, говорил, Карфаген должен быть разрушен. Все, и садился. В конце концов, эти дела и закончились. Вот я, как уже несколько лет, Леша Свидетельевич, я, как Сумар, на любых совещаниях президентских, например, министских, я стою и, как тот самый сенатор, говорю, у нас снимается мало дебютов. Нужно снимать как можно больше дебютов. И устроить, в конце концов, даже год дебютов. Вот пожертвовать всем, вот оставить эту очередь, оставить эту толчую, кормушки государственного финансирования. И посвятить, вот год, вот отдать год, ну хотя бы 50 дебютов снять. Во Франции их 90, по-моему, снимается. Ну хотя бы 50, мы никогда, пока мы не откроем двери, пока не предоставим возможность им засветиться, мы ничего не поймем, что с нашим кино происходит. Мы все стинаем, не так, то, не то. Но пока мы не запустим их, пусть из них из 50, 10 будут достаточно ярких, это уже будет большой удачей. Вот, я, к слову сказать, и приехал вот на этот фестиваль, именно вот тоже и с этой, опять же, целью. Поэтому, слава богу, что есть этот фестиваль. Слава богу, что он в Сибири. Ну а как, вообще, чем больше мы будем, вот есть, в Антимансийске, в Сибири. А то действительно, это такое местечковое все действие. Такое, слава богу, потому что. Понимаете, в чем дело? Вот сейчас кино меняется. Сейчас запросто может появиться вот здесь, в Омске, это некрасивые слова гостя. Знаете, я говорю, я думаю, какие хорошие слова сказать, то, с днём рождения. Дело не в этом. Сейчас кино меняется. Сейчас можно вот на эту штуковинку снять кино, вывесить её, вот у вас там, вывесить её в интернете. Ты завтра можешь проснуться знаменитым, есть ты талант. Сейчас шансов намного больше. И вообще, картина кино меняется. И может, и формат даже и показа будет меняться. Может, появится конкурс как раз вот фильмов. Я своих студентов призываю вывешивать всё в интернете. Глядишь, кто-нибудь заметит и увидит. Например, у того же Спилберга есть специальные люди. У того же Тинчера есть специальные люди, которые в интернете сидят и ищут таланты. Во всех сферах, кстати говоря, даже среди компьютерщиков. Я говорю, картина мира кинематографического резко меняется. И будет меняться с космической совершенно скоростью. И к этому надо быть готовыми. И на это нужно очень живо реагировать. И, конечно же, когда-нибудь устроить год дебюта. Вот мы с учителем бьёмся над этим. Просто вот ты можешь даже подхватить. Я тоже сторонник того, что дебюта должно быть намного больше. И тогда выборы и у конкумансиста, и у вашего фестиваля будет намного больше. Хотя они действительно очень разные. Вы знаете, я всегда вспоминаю, по-моему, это Никита Сергеевич Миколков сказал, что надо каждый фильм снимать не как последний, а как первый. Поэтому я, собственно, тоже с фильмом «Восьмёрный дебютантс». Хочу искупаться в лучах славы Новомского фестиваля. И очень жду, как примут, потому что действительно для меня это уникальный случай. Картина стартует в России. И у вас в городе, а не в Москве, не в Петербурге. У нас в Москве завтра премьера, 28-го в Петербурге, а на экран он выходит 8-го мая. Но ещё не очень важно, потому что в картине пять актёрских дебютов. Пять. То есть все главные роли исполняют актёры-дебютанты, которых ещё никто не знает. И самое удивительное, я очень долго выбирал актёра на главную роль и нашёл его в вашем городе. Актёры работают. А вы говорите, почему он сидит? Этого театра, как раз где мы с вами сидим, Алексей Мансыгин, но он сегодня будет в нашем показе, так что вы его будете тоже принесли. Так что много совпадений, приятных, и надеюсь, что всё пройдёт хорошо и с нашим фильмом, и с вашим прекрасным фестивалем. Спасибо. Второй вопрос. Что нужно сделать умским режиссёрам, чтобы попасть в программу в качестве участника фестиваля движения? Потому что у нас после проведения фестиваля движения очень активизировалось всё. Сняли фильм «Умские режиссёры», не пытайтесь покинуть «Умск», сняли мистический сериал даже. Что посоветовать? На самом деле вы должны зайти к нам сначала на сайт, оставить заявку, дальше её рассмотрят, и дальше уже Стас Тыркин примет решение, будет эта картина участвовать или нет. Поэтому мы открыты к диалогу, присылайте, мы смотрим, и welcome. Можно сделать очень простую вещь – снять хорошее видео. Ну, в общем, да. Это было уже достаточное количество. Меня очень привлекла, во-первых, идея и предложение Артёма сделать этот фестиваль вместе, поскольку это действительно фестиваль дебютов, фестиваль молодых. Это очень интересно, это достаточно... в рамке гораздо шире в этом смысле, больше можно сделать интересных вещей каких-то. Что касается бюджета, то нас поддержало Министерство культуры Российской Федерации в размере 19 миллионов рублей, нас поддержало правительство Омской области в размере 5 миллионов рублей, и нас поддержало фонд «Нечте навстречу» в размере 10 миллионов рублей. Это в совокупности бюджет меньше, чем в прошлом году, на 6 миллионов. Но мы постарались из-за отсутствия достаточного количества средств всё-таки не упасть в качестве и надеемся, что у нас это получится. Спасибо. Спасибо. Ашу, скажите, пожалуйста, вот, среди лауреатов прошлого года есть ли те, которые открылись двери, произошло резинение и продвижение? Это вопрос к Стасу. Вы знаете, для того, чтобы случилось то, что вы сказали, то должна измениться вся ситуация кинематография. Но у нас есть фильм «Ленар», однако. У нас есть фильм, ну, вопрос был про прокат и так далее, то, что, как уже было сказано Владимиром Ивановичем, наша основная миссия – это, так сказать, привлечь внимание, ваше в том числе, к фильмам, которые в противном случае лишены были бы такого внимания, и в отдельных случаях нам когда-то удается, как вот в частности, да, фильм «Ленар», который получил приз… Специально приз. Вот он назывался, Полин, зрительский симпатий, бою на два, еще раз, и потом прокатился по всему миру, от Лиссабона до Латинской Америки. И вышел в прокат в Москве точно. Да, разнообразные престижные фестивали документального кино, вышел в пограничный прокат в Москве. То есть, я думаю, все-таки не без нашего, не в коей-то новой участия. Еще вопросы есть? Я думаю, что, Павел, нам нужно еще раз рассказать про благотворительственные показы. Да, это очень важно. Я хочу… Какое-то произошло недопонимание, мне кажется, не знаю, в связи с чем это произошло, но хочу еще раз рассказать, что поскольку мы фестиваль молодой, и мы хотели быть людьми ответственными, поскольку мы привлекаем большое количество внимания прессы и зрителей, как киносмотр, мы подумали, что было бы очень хорошо еще привлечь внимание к некой проблеме, которая существует – это люди с аутизмом. Поэтому мы решили устроить сбор средств, пожертвований. Поэтому на всех кинопоказах, в кассах всех кинозалов стоят специальные урны. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите как-то помочь этим людям и помочь нам собрать для них деньги, пожалуйста, жертвуйте. Все средства будут переданы в фонд «Антон тут рядом», который учредила киновед и кинокритик «Любовь-Каркос». Да, Мил Козловский прилетит принимать эти средства, и все это будет сделано на закрытии, и мы торжественным передадим всю сумму, и, естественно, она будет озвучена. Так что спасибо вам большое. Надеемся на вашу совесть. Еще есть вопросы, Даня. У меня тогда вопрос к Алексею Ефимовичу, поскольку он у нас сегодня только один вечер присутствует, и хочется как-то его побольше узнать. Скажите, Алексей Ефимович, это первый показ. Мы знаем, что вы безоговорочно сразу ждали фильм на фестиваль движения в Омске, и уверены, что во многих фестивалях предлагали какая-то себе картину, поскольку каждый ваш фильм — это просто событие, это гран-при любого фестиваля международного и российского и так далее. Вот, скажите, пожалуйста, были ли показы какие-то для пресс-показов или для журналистов, какая реакция на фильм «Подойдет» в другой строках? Немножко подробнее расскажите нам про фильм. Микрофон, пожалуйста. Да, да. Нет, но фильм, он уже был на международных фестивалях, он стартовал на фестивале в Торонто, и, собственно, его мировая премьера состоялась там осенью прошлого года, он был еще на нескольких фестивалях в Шанхае. Международных, можно отметить, что у нас российская премьера. Да, это я к тому, что он уже побывал в Торонтое, но в России действительно это единственный фестиваль, и я согласен с Торонтое о том, что я тоже очень переживаю, болею за то, что происходит с молодыми. Во-первых, у нас вот три мастерские в Антике, и мы видим, как им тяжело. Я считаю, что безобразие, потому что у нас государство, которое очень активно поддерживает производство кинематографии, тем не менее на дебюты тратится 10-12 дебютов в год финансируется, это же крайне-крайне мало, и акцент нужно давным-давно смещать. Я вот давно уже предлагал сделать такой некий национальный центр дебютного кино, предлагал даже это сделать в Петербурге, где вы были сосредоточены люди, все молодые, но неважно, режиссер, сценаристы, которые не все знали, куда им идти, а не, так сказать, слоняться от продюсеров к продюсеру, которые в основном получают отказы. Что касается «Восьмерки», это действительно кино для меня очень необычное. Посмотрите, почему. Очень много вещей, которые я впервые пробовал, включая даже то, что... Это очень смешно, потому что пришел человек, у нас там много довольно драк, и представился «Здравствуйте, я режиссер-остановщик по дракам». И показал какие-то пульпиты, такие красивые драки до безумия. Но в результате вот мы с ребятами, там четверо молодых актеров, которые исполняют основные роли, мы сами все делали. Ну и я вот в качестве тренера по дракам, теперь тоже большой специалист. И, конечно, очень много будет зависеть, как сегодня пройдет просмотр, потому что, вы знаете, у нас в России к российскому кино отмечется своеобразно. Вот какой-то пойдет слух, как скажут, лучше, как вы знаете, вот в Омске там на фестивале, что им очень понравилось. И вдруг пойдут встретить. Я на это очень надеюсь. Так что от вас многое зависит. Ну а стартуем. Для меня это тоже довольно важно. Первые картины выходят таким большим пирожом, 800 копий. Тут для моего, скажем, творчества первые такая пирожа. Так что жду, надеюсь, и связываю с омским просмотром большие-большие надежды. И в Омске вы же выходите в прокате тоже, правильно? Конечно. Во всей России, да. Вообще, это фильм про большой промышленный город. Там нет названия. Но, во-первых, это поезд. Замечательный поезд. Захарополь. Талантливого очень писателя Захара Прилейского, которым мы экранизировали нашу картину. Там у него подразумевается Нижний Новгород, но вполне может быть и обзор. А снимали, это тоже интересная вещь. Мы сначала предполагали в Нижнем Новгороде, а потом я вспомнил, что в Петербурге есть знаменитый, когда-то Путиловский, а потом Кировский завод. Это город. Когда мы туда приехали, это дома, улицы, свои светофоры, своя железная дорога, все, что угодно. Там есть памятники. И это действительно уникальная такая декорация. Работал на этом заводе 45 тысяч, сейчас 5. Они нас с радостью туда пустили. Мы делали все, что хотели. Нас еще охраняли. Снимали все трюки ночью, днем, когда угодно. И всех вокруг было не так много, кто работает на этом заводе, но все с удовольствием еще смотрели и принимали это все на ураль.